1 марта Верховный суд РФ рассмотрит апелляционную жалобу сторон потерпевших и государственного обвинения на приговор Тверского областного суда в отношении Александра Забенкова. Напомним, Тверской областной суд, а председательствовал на процессе федеральный судья Борис Райкис, оправдал обвиняемого в убийстве троих человек Александра Забенкова, посчитав его действия необходимой самообороной. На этой неделе депутаты Государственной Думы выступили с инициативой на повышение допустимой самообороны, отправив законопроект в правительство и Верховный суд. Эксперты назвали такой законопроект резонансным, но предсказать его судьбу не взялись. Документ предлагает предоставить гражданам России право всеми способами защищать свою жизнь, жизни родных и близких от любого преступного посягательства тех, кто незаконно проникает в наш дом или квартиру. Со своим мнением о законопроекте выступила Галина Иванцова, адвокат освобожденного Александра Забенкова. Наконец, чтобы в нашем обществе закрепилась формула «мой дом, моя крепость». Пусть и проковор Тверского областного суда послужит примером тем, кто посягнет на неприкосновенность жилища, которое является конституционным правом каждого человека. Ранее в Совете при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека обсуждался тоже этот вопрос, и они надеются на то, что изменения работы судов по делам о самообороне приведут к тому, что люди, вынужденные защищаться, больше не окажутся на скамье подсудимых. Как отмечается в законодательстве, преступники проникают в наши дома не только с целью завладеть имуществом. Часто такие набеги заканчиваются тяжелыми ранениями или убийствами. И защищая себя, рядовому законопослушному человеку, чрезвычайно трудно определить и контролировать, нарушает ли он пределы допустимой самообороны. Пока законодательно не срабатывает крылатая «мой дом, моя крепость». Вердикт Тверского областного суда вселяет надежду в жителей не только Верхнего Ужья, но и всей страны, что закон будет на стороне тех, кто защищает себя, своих близких и свое жилище от тех, кто этот закон нарушает. Мы следим за ходом событий. Мы вновь просим вас о помощи этого человека, разыскивают сотрудники уголовного розыска. Кукушкин Андрей Николаевич, 72-го года рождения, подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Если вы знаете о его местонахождении, либо располагаете другой информацией об этом человеке, срочно позвоните в полицию по указанным телефонам.